Дагестан Она пережила Кавказскую войну. Старинную мечеть в Рутульском районе открыли после восстановления. Боевая ничья «Махачкалинская Динамо» дебютировала в премьер-меге. Очередная трагедия, которая унесла жизни людей. Две подруги, Атият и Мадина, зашли в дом ужаса. Вы не вернулись. Во время прохождения игры вспыхнул пожар. Девушки не сумели выбраться. Трагедия произошла в квест-доме по улице Расула Гамзатова. Побывала на месте ЧП и побеседовала с очевидцами моя коллега Силья Магомедова. Она восстановила хронологию событий. Ей слово. Потихоньку закупаемся. Сегодня еще один день хинькала. Дальнейшим планом двух подруг, 25-летней Мадины и 19-летней Асият, не суждено было сбыться. Трагический случай во время прохождения квеста в доме ужасов оборвал их жизни. Все произошло на этом самом месте. По сути, квест должен был развлечь и напугать посетителей. Но что-то пошло не по плану и вместо атрибутики игры здесь свежие следы от пожара. Если присмотреться, обгоревшие стены, предметы и выбитые окна. Асият и Мадина пошли на игру поздним вечером. Одна из них была со своим мужем. Примерно в 2 часа ночи во время сеанса загорелся бензин. Из-за пожара люди, которые находились в помещении, стали звать на помощь. Их крики услышал и проходивший мимо Ехья Алиев. Говорили, помогите, помогите. Вначале думали, где этот звук. Непонятно было. Оказывается, там это было. Там закрыто все было, короче говоря. Решетку сами начали вытаскивать, самовольно. И троих освободили, а там было где-то человек 5-7. А, то есть вы помогали, да, вытаскивали? Да, помогали люди. И пожарные тоже приехали, и МЧС. Но они дверь не могли открыть. Дверь заплакирована была. Дверь резали. Болгарки-короче говоря. Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Спасти девушек врачам не удалось. Они находились в критическом состоянии. Парень, который был вместе с ними, выжил. По факту гибели двух человек Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица. Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дела и организовала собственную проверку. Не останется в стороне и мэрия Махачкалы. Мы в первую очередь сейчас проверим, на каком основании деятельность осуществлялась. И проверим само здание, как договорные отношения, какие были с этой, кто осуществлял эту деятельность. По предварительной информации, квест-хаус принадлежит дагестанскому КВНщику Гусейну Ибрагимову. У заведения были различные отзывы, в том числе и плохие. Не идите на этот квест. Ужасный квест. Там женщина заживо сгорела. Мои подруги подожгли волосы на этом квесте. Не надо еще за такие увечья деньги платить. Ужасный квест. Пускают детей без взрослых. Нет документов. Одевают мешки. Привязывают людей без предупреждений. Актеры трогают детей, хотя было сказано, что трогать запрещено. 18-летнего аниматора, который проводил квест для Асиад и Мадины, уже задержали. Большое с бензином. Я вот сверху, она не гасла. Стряхну, перчатка, получается, у меня светилась в руки. Начало, у них покрочка упала, начало гореть. Моментально все было. О погибших девушках к этому часу известно следующее. Асиад работала фитнес-инструктором. Асиад была ортодонтом и на прошлой неделе вышла замуж. Ее мама на следующий день после свадьбы оставила трогательное послание молодоженам в социальных сетях. В нем она пообещала дочери всегда делать для нее самое лучшее. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Жертв аварии на дорогах Дагестана, к сожалению, каждую неделю становится все больше. Шесть человек погибли и 43 пострадали с 15 по 21 июля в республике. Эти данные госавтоинспекции региона. Всего же за этот период зарегистрировано 26 ДТП. Кроме того, за минувшие выходные полицейскими отстранено от управления транспортом 18 водителей с признаками опьянения. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело. В Махачкале стартовал второй этап реконструкции парка имени Сулеймана Стальского. Пока проводятся подготовительные работы. Территория освобождена от торговых объектов. Демонтирована старая тротуарная плитка. Подъемы и спуски выводятся на один уровень. Также будет отремонтировано помещение шахматного клуба. Кроме того, власти города уделяют особое внимание благоустройству территорий, прилегающих к памятнику. Разрушенные элементы композиции будут восстановлены, чтобы вернуть парку его исторический вид. А в аэропорту Махачкалы тем временем строят новую взлетно-посадочную полосу. Ее длина составит более 3000 метров. Площадка создается с учетом сейсмических особенностей республики и позволит принимать самолеты любого типа, даже в сложных погодных условиях. Также в рамках реконструкции обновят перрон и рулежные дорожки. Установят современное светосигнальное и метеорологическое оборудование, будет построена аварийно-спасательная станция. Период работы аэропорт продолжает полноценно функционировать. Как отмечают эксперты, данные изменения позволят увеличить пассажиропоток, расширить маршрутную сеть и положительно повлиять на развитие туризма в регионе. В селе Мике Крутульского района открыли старинную мечеть после реставрации культовому религиозному сооружению более 700 лет. За свою историю здание пережило много событий, в том числе период Кавказской войны. Мечеть восстанавливали несколько раз. Я хочу отметить, что здесь камни есть такие, здесь 700-й год хиджры. Это получается, где-то 700 лет назад, говорится, здесь реставрировали минорет. Потом другой камень есть, тоже более старинный, что мечеть здесь была и было построено определенное время. И здесь последний камень есть, вот написано здесь в конце Кавказской войны, во время имама Шамиля, вот тоже, когда жители села Микик вернулись из, скажем, ссылки. Потом, когда вернулись, в первую очередь восстановили эту мечеть, тут говорится, на средства Адама и Расула, сыновей Рамазана. В торжественном мероприятии приняли участие жители села, религиозные и общественные деятели. Они отметили значимость сохранения своей национальной и культурной идентичности. Стоит отметить, что восстановить функциональность мечети помог выходить из села Микик, Махач и Сафаров. Очень радо, что у нас в коридоре сидят дети. Это будущее наше, которое приобщает, они с таким огоньком в глазах идут, смотрят, наблюдают. Ради них, ради этого будущего, все эти старания и все наши затраты, и трудозатраты, и все остальное. Пусть Аллах примет этот садака. Я это сделал от чистого сердца. В первую очередь для Аллаха, а вторую, это для нашего джамата, которого я люблю. Конечно, хочется, чтобы эта мечеть, главное украшение, говорится в книгах, главное украшение мечети – это люди. Ни ковры, ни стены, ни еще что-то другое. Это люди, которые молятся в этих мечетях. Мечеть будет открыта, мечеть молиться, иншаллах. Будем воздавать Всевышнему Аллаху хвалу за этот прекрасный день. И немного о спорте. Махачкаринская «Динамо» дебютировала в премьер-лиге. В матче первого тура столичные футболисты в гостях встречались с подмосковными химками. Игра завершилась ничьей 1-1. «Динамо» первым вышла вперед. На 33-й минуте головой подачу Рожаба Магомедова с фланга замкнул защитник Идар Шумахов. Этот забитый мяч стал историческим первым для махачкаринского «Динамо» в элитном дивизионе. Химки сравнялись уже после перерыва на 51-й минуте. Гол забил форвард Антон Заболотный. Отметим, что в этом матче футболисты «Химок» дважды не смогли реализовать пенальти, а гол забитый «Динамо» в конце матча был отменен после просмотра видеоповтора. В следующем туре, 28 июля, махачкаринцы отправятся в Краснодар, где сыграют с одноименным клубом. Матч получился такой, каким должен быть первый матч в премьер-лиге. Все-таки у нас дебютировало 9 игроков в премьер-лиге. Поэтому где-то в начале был чуть сумбур. Потом команда успокоилась. Уже, в принципе, такая пошла игра более ровная. Но в целом я считаю, что обе команды стараются играть в футбол. Было много борьбы. Я считаю, что было достаточно моментов и у тех, и у других ворот. В целом, думаю, что результат по игре. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работал Патемат Канапова. Следите за новостями также в нашем телеграм-канале. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова